Вот уже месяц десятки дагестанских ветеранов афганской войны ночуют в Махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. Протест отразился на здоровье митингующих. С подозрением на инсульт одного из участников пикета доставили в больницу. Продолжение темы. Сюжет Луизы Раджавовой. Что здесь уже? 27-е сутки мы здесь. У нас нормальный человек не выживет. Его забрали прямо из палатки, где он и его боевые товарищи в знак протеста организовали круглосуточную вахту. За целый месяц, признается Джалу, в душе накопилось многое. И пережитая афганская война, и равнодушие властей. Ничего не поменялось. Неужели руководители республики Дагестан не хотят встретиться с этими нашими ветеранами войны в Афганистане? В 19 лет из родного Буйнакска сначала в Хандагар, потом в Шиндант. На войне служил в авиации. Теперь Джалу Джалалов – председатель Буйнакского отделения союза ветеранов Афганистана. Обещанного вот уже 30 лет жилья он так и не получил. Зато чуть не получил инсульт. Мы планируем дальше. Мы и будем планировать. Мы эту акцию не будем. Наверное, руководители республики Дагестан Васильев не знают, до него не доносят, то, что мы находимся в палатке. Мое личное мнение это. Но ребята будут стоять до конца в палатку, мы оттуда не собираемся. Афганец. И он раньше тоже лечился. У него были черепно-мозговые травмы. И тот период, что он находился на открытом воздухе, тем более и переживал, и психоэмоциональные нагрузки дали себе знать. Пациента доставили на больнице скорой помощи. Он не мог ходить. Его на каталке привезли к нам с подозрением на инсульт. Мы ее приняли, обследовали. И не нашли инсульт. Не подтвердился диагноз. Но у нее были высокие цифры артериального давления, головные боли, головокружение, общая слабость. Голодовка теперь сменилась на бессрочный пикет. И это все для того, чтобы привлечь внимание республиканских властей. Однако за прошедший с начала акции месяц из республиканских чиновников с ними встретились лишь депутаты Народного собрания. Встреча, как говорят в таких случаях, ничего не дала. Тем временем жители близлежащих к парку домов и просто проходящие мимо горожане помогают ветеранам. То продуктами, то просто добрым словом. Очень обидно, что в Дагестане вот такое положение, что те люди, они все инвалиды. Инвалидности нет, квартиры не дают, жилья нет, пенсия, копейки, на которые существуют. Проходился просто по парку, вижу, что люди, те, кто воевали, были на войне, и те, кто защищали по призыву Родину, они сидят, устроили забастовку, голодовку, потому что им не предоставляют тех благ, которые были должны предоставить им. Мне обидно за таких людей, потому что люди, которые вносят вклад в страну, не оценены по достоинству. Уже пора обратить внимание, потому что я на протяжении уже месяца отсюда прохожу на работу, я здесь рядом работаю, вот вижу их здесь. Им нужно оказать помощь, но, видите, государство помощь не оказывает. Конечно, нужно на это обратить внимание. К людям простым, неважно, ветераны мы или не ветераны, суть в том, что законы должны быть для людей, а не люди для законов. И это беззаконие, которое сегодня есть, это нужно менять. Что-то нужно делать, но так не может продолжаться. Мы надеемся, в любом случае, мы будем здесь до последнего, пока глава республики нас не услышит. Никогда такое было, чтобы вот такое отношение было к ветеранам-афганцам. Никогда такого не было. Это впервые у нас история. Год мы забыли, где вы были? Вот как Гасани сказал, мы были везде. Только осталось, вот с крыши правительства прыгнуть, в остальных местах мы уже везде были. Не знаю, нас нигде не слышат. Я не знаю, они все спят, что ли, я не знаю. Уже месяц дагестанские ветераны Афганистана живут в парке, который был разбит в Махачкале, в их же честь. И сколько они здесь еще пробудут, вопрос все еще открытый. К тому же скоро ударят морозы, значит, в пору заказать утепленную палатку и печку-буржуйку. Прекратить акцию протеста афганцы не собираются. Во всяком случае, до той поры, пока их не услышат на самом верху. Луиза Раджабова, Мусас Алгиреев, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала.